Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Мурочен Кюзев. На минувшей неделе прошли публичные слушания по генеральному плану Черкеска. Проектировщики представили свое видение того, какой может стать региональная столица лет через десять. О планах на будущее города в сюжете Артура Мхцы. Город будущего. Каким, по версии проектировщиков, станет Черкесск лет так через десять-двадцать? Своё видение властям республиканской столицы на публичных слушаниях продемонстрировали специалисты Нижегородского научно-исследовательского института, который охватывает 72 региона и имеет за плечами порядка полутора тысяч проектов. Основная проблема, куда развиваться городу. Мы предложили несколько площадок под развитием многоэтажного жилого строительства. И, конечно же, основная проблема – это большая плотность населения и обязательный учёт парковочных мест. Мы постарались тоже это учесть. При создании новой редакции генерального плана был сделан анализ существующей социальной инфраструктуры. Получена информация от профильных служб. Постарались учесть и мнения горожан. Так, по словам экспертов, помимо жилых застроек, Черкесску не хватает детских садов, школ, а также площадей под спортивные объекты. А вот нормативам по минимальному количеству зелёной зоны на одного человека город полностью соответствует. Дело в том, что стратегия развития города Черкеска была пересмотрена в части именно развития жилищного строительства на территории города Черкеска. И обязательно предусмотрены требования по координации территориальных зон на территории города Черкеска. Мы постарались учесть и разработать документ с учётом всех требований законодательства. Публичные слушания по генплану – своего рода информирование о перспективном преображении облика Черкеска. Теперь идеи проектировщиков будут рассмотрены депутатами городской думы на ближайшем заседании. В случае одобрения новая редакция генплана пойдёт в работу. Артур Махцелек-Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Как работает новый национальный проект «Молодёжь России», региональное отделение партии «Единая Россия», «Молодая гвардия», представители Министерства по делам молодёжи, студенты и преподаватели внесли свои предложения в новый нацпроект. Подробности у Али Баташева. Студент из КГА Мурадин Айдынов считает, что для социализации молодёжи, которая только вступает в студенческую жизнь, должен быть создан специализированный центр с названием «Учимся жить по-новому». Не каждый решится обратиться к психологу в учебном заведении. Это такой центр, где будут собираться молодёжь, которым нужна помощь. Помощь в социализации, помощь в адаптировании, в новой среде, по сути говоря. Сложно преодолеть барьеры и прийти к психологу. Да, ты знаешь, что есть, но очень сложно. А если будет некий центр, в котором есть в том числе психолог, туда прийти, он ещё будет легче. Особенно, если работа психолога будет интегрирована в игровой форме, в других занятиях, в каких-то там уроках, то, что там, радовского искусства. Несмотря на большое количество волонтёрских организаций в нашей республике, необходимо создать волонтёрский центр, где добровольцы будут проходить обучение и подготовку. Эти и другие предложения молодых людей обсуждались с целью внесения в нас проект «Молодёжь России». Это федеральная программа поддержки для самореализации граждан. От 14 до 35 лет включительно. Она призвана объединить все механизмы государственной поддержки для молодёжи. Наша задача сегодня встретиться со студентами одного из крупнейших учебных заведений, высших учебных заведений, для того, чтобы послушать от молодёжи те предложения, которые бы они хотели увидеть в отражении того самого национального проекта. То есть сегодня стоит задача не в кабинетах рождать такие правовые акты, а именно обсуждать с теми людьми, которые, собственно говоря, будут конечными пользователями этого документа. Сейчас в Карачаево-Черкесии идёт активная работа по внесению предложений в новый нацпроект, инициированный президентом страны Владимиром Путиным. У нас сегодня параллельно проходит обсуждение также в штабе общественной поддержки по данному направлению с научным сообществом, с представителями общественных организаций. Аналогичное мероприятие мы планируем провести также в Карачаевске, в университете педагогическом. Нам важно услышать мнение каждого, поэтому, в принципе, мы открыты для всех предложений, которые могут быть. Их можно отправить в социальную сеть молодой гвардии Деми России Карачаева-Черкесской республики. Все предложения будут объединены в сводный документ до 15 апреля и направлены для дальнейшей доработки нацпроекта. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин В республике открылась школа «Самбо». Сейчас они готовят большой проект. С чем он связан, как будет развиваться этот вид спорта в Карачаево-Черкесии и к какому турниру идет подготовка. На эти и другие вопросы ответит директор республиканской школы «Самбо» Мурат Унароков. С ним встретилась наш корреспондент Белла Джозаева. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Мурат. Рада приветствовать вас сегодня у нас в гостях. Я знаю, что школа «Самбо» у нас в республике открылась буквально вот-вот в 2023 году. Это, конечно, удивительно, потому что наша республика славится своими самбистами. Я знаю, что буквально недавно вы придумали какой-то проект, связанный с «Самбо». И мне бы хотелось узнать подробности. Придумали не мы, конечно же. Это же федеральный проект. Школа «Самбо» будет. Это называется, если так точно сказать, «Самбо в школу». Подразумевает под собой, что будет каждый третий урок в неделю физкультуры в общеобразовательной школе будет «Самбо». Ну и, естественно, смысл этого проекта – это взращивание поколения, любящего свою родину, малую, большую родину, патриотов своей страны. Ну и, естественно, на ковре «Самбо». Добро, как говорится, должно быть сильным. Самое главное богатство любой школы – это дети. И я знаю, что ваши детки недавно были участниками турнира. У вас хорошие результаты. Турнир проходил в Краснодарском крае. Насколько я знаю. Расскажите об этом. Да, действительно, значимый. Их хороший турнирчик был. Это так называемая «Стенка на стенку». Командный турнир был. С ближнего зарубежья приезжали туда. Ну, география была большая турнира. Наши ребята заняли третье место – бронзу. Рабочая бронза. Мы довольны. Ну, конечно же, с перспективой довольны, делая выводы. И в следующий год – это вообще ежегодный будет турнир проводиться. И мы в следующий год едем уже за золотом. Я знаю, что у нас в республике 24 чемпиона мира по самбо. Да. Расскажите, какие у нас еще есть успехи? Сколько чемпионов Европы? Самбо вообще придумали в России. Российский вид спорта. Как у нас в Карачаево-Черкесии развивается этот вид спорта? Развивается, слово неуместно. Честно говоря, я поправлю чуть. Мы возрождаем его. Оно было развито. Как вы сказали, 24 чемпиона мира у нас. С 86-го года первый чемпион мира у нас был Агиров Роберт. После этого, конечно, последовательность пошла большая. Из современности то, что у нас руководители. Вот Озов Мурат, Агиров Мурат в Минспорте, Акунижев Мухаммед, в честь которого сейчас мы в середине апреля будем турнир делать. И помимо них, еще, 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 перечислять сейчас просто даже времени не было. И у нас больше идет на возрождение этого вид спорта. И есть и желание большого детей. Видно, что и перспектива большая. Да и вообще, это же самбо, это как бренд страны. Это российский вид спорта. И он будет однозначно, я даже в этом не сомневаюсь, что он будет олимпийским видом спорта в ближайшее время. Вы упомянули о том, что будет большой турнир в памяти Кунижева Мухаммеда, который известный спортсмен был, к сожалению, рано ушедший. Кто будет принимать участие, где будут проходить турниры? Опять-таки, география тоже широкая. Вплоть до ближнего зарубежья мы ждем и Абхазию, и Белоруссию. Это с выходом на чемпионат России, конечно же, идет же. Но так как мы тесно связаны друг с другом, и приезжают у нас на этот, чтобы, как говорится, бороться и ближнее зарубежье тоже. Ну что ж, я желаю процветания в вашей школе самбо. Желаю вам больших спортивных успехов. Спасибо вам, Марк. Спасибо. Спасибо. Кружись, как 200 лет назад. Современность подарила огромное количество модных танцев, которые интересны и детям, и взрослым. Однако есть подвижники, уверенные в том, что классика, нежный вальс, мужественная мазурка или азарная полька всегда останется любимой и востребованной. Среди их числа и старшеклассники Зеленчукского района, которые на весеннем балу продемонстрировали умение танцевать. Фатима Даурова приобщилась к танцевальной этике. Окунувшись в атмосферу школьного бала, по неволе на ум приходят строки великого классика русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко в азурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же более, свет решил, что он умел и очень мил. Выучив фигуры бальных танцев, кавалеры и их прелестные спутницы сейчас соревнуются в совершенстве и изяществе их исполнения. Весенний бал с легким флером на невесомую утонченность прошлых веков открыл, как и полагается по всем правилам этикета, торжественный полонез в исполнении школьников Зеленчукского района. 38 танцевальных пар, представляющих свои учебные заведения, сошлись в вихре танца на площадке первой школы Станицы Старожевой. Сегодняшний бал – это уникальная возможность окунуться в аутентичную атмосферу XIX века и почувствовать себя людьми того времени. Вот это платье длинное, этот прекрасный веер, это просто как будто мы перенеслись во времени и находимся как раз в той эпохе. Интересные танцы в красивом исполнении, что мужчина может так себя вести во время вальса. Очень интересные и веселые движения, поднимается настроение из-за них и хочется повторять его еще и еще. Задорная полька приглашала всех присутствующих присоединиться радостными хлопками и притоптываниями к своему веселому ритму. В ходе подготовки к торжеству милые дамы прошли мастер-класс по бальному этикету. Например, научились тайному языку веера, которым пользовались барышни строгих правил. Если веер полностью открыт и девушка отмахивается им, то значит то, что она замуж. А если он закрыт, то вы безразличны. Кавалеры направляют и защищают свою партнершу, а дама получает удовольствие и наслаждается танцем. Организаторы, которые придумали это мероприятие, решили возродить красоту бального танца. Что там греха таить? Сейчас ребята не умеют танцевать, а мы в свое время очень хорошо танцевали, особенно считалось престижным, когда мы танцевали вальс. И вот самый красивый и романтический, воздушный и пластичный король бальных танцев, его величество вальс, закружил в своих вихрах все танцевальные пары. Он стал кульминацией торжества. На балу важно все. И безупречно танцевать, и роскошно выглядеть, и правильно себя вести. И главное – получить положительные эмоции. И судя по всему, у ребят сегодня все получилось. Патима Дурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Субботний выпуск Вестей подогнал «Симон»!